МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы продолжаем знакомить вас с новостями. С вами Алмаз Аши. Можилист парламента приступил к работе. Сегодня состоялось первое пленарное заседание в 4-й сессии 6-го созыва. Депутаты приняли в работу 17 новых законопроектов, ратифицировали конвенцию о борьбе с незаконными актами в отношении международной гражданской авиации, а также рассмотрели изменения в закон по вопросам государственной статистики. Ко всему прочему, в ходе пленарного заседания депутаты проголосовали за назначение нового члена Центральной избирательной комиссии Ассалбека Ихданова. Как отметил спикер палаты Нурлан Нигматуллин, главная задача депутатов – законодательное обеспечение основных направлений, обозначенных президентом страны. Работа всего депутатского корпуса и в новой сессии будет нацелена на проведение дальнейшей последовательной работы по качественному законодательному обеспечению приоритетов стратегического курса президента страны Нурсултана Абишевича Назарбаева. Кроме того, программные документы главы государства, его масштабные инициативы также будут в центре внимания депутатов и получат всю необходимую законодательную поддержку. Ко всему прочему, Мажелис утвердил план своих основных мероприятий на четвертую сессию. Документ подготовлен с учетом плана нации, пяти социальных инициатив президента, а также задач, поставленных главой государства на совместном заседании. Сессия обещает быть насыщенной. Запланированы парламентские слушания, правительственные часы, международные конференции и встречи. На проведение национальной переписи населения в 2019 году из госбюджета выделят около 9 миллиардов тенге. Об этом во время пленарного заседания в Мажелисе парламента сообщил министр национальной экономики Тимур Сулейменов. По его словам, основную часть этих средств направят на закуп планшетов для опроса, а также на выплату зарплат тем, кто будет проводить перепись на местах. Это порядка 30 тысяч человек. Известно, что в следующем году казахстанцам необходимо будет ответить на 89 вопросов. 69 из них обязательные, которые касаются жилищных условий, образования, здравоохранения. По словам представителей Миннацэкономики, принять участие в переписи можно будет самостоятельно. Для этого создадут специальный сайт. Перепись населения для чего делается? Это же не для того, чтобы заставить людей. Это же для того, чтобы узнать состояние каждого человека на конкретный момент. То есть, что ему нужно. Может быть, например, у нас там есть такие вопросы. Планирует ли женщина родить в ближайшее время? То есть, если, скажем, у нас, я не знаю, 30% женщин скажут, что мы будем рожать в ближайшее время, планируем, то значит, государство, правительство должно, исходя из этого, какие-то свои планы строить, наверное, при анализе, при прогнозировании. Роль Казахстана в процессе восстановления и мирного развития Афганистана высоко оценили представители ООН. Они и в числе других делегатов прибыли в Астану на конференцию, посвященную расширению прав и возможностей женщин в Афганистане. Отмечу, Казахстан как член Совбеза ООН впервые за 8 лет инициировал поездку стран-участниц организации в Афганистан. Страна регулярно оказывает гуманитарную помощь, участвует в строительстве школ, больниц, мостов. С 2010 по 2021 годы выделено 1000 грантов на обучение граждан Афганистана. Эти инициативы будут продолжены. Казахстан осознает роль женщин в установлении стабильности и мира в Афганистане. И я вижу, что ваша республика делает многое для того, чтобы повысить образование афганских женщин, которое необходимо для установления мира в этой стране. Насколько я знаю, Казахстанам выделено более 50 миллионов долларов для афганских женщин, чтобы они могли приехать, получить образование и вернуться на работу в Афганистан. Астану хотят сделать центром проектирования молодежных программ в рамках нового шелкового пути. Такое решение озвучили на казахстанско-китайском форуме по культурному обмену, который проходит сейчас в столице. По словам экспертов, в Астане будут создавать и воплощать в жизнь интересные проекты для студентов и молодых специалистов. Речь идёт о культурном и научном сотрудничестве, проведении совместных выставок, конференций, а также создании документальных фильмов. Кроме того, в скором времени Астану и другие города, стран нового шелкового пути свяжут скоростной поезд. И строительство его уже сейчас обсуждают правительства Казахстана и Китая. На самом деле мы хотим привлечь как можно больше молодёжи к проекту нового шелкового пути. Мы стараемся создать условия для того, чтобы сотрудничество было продуктивным. Самым эффективным способом взаимодействия, на наш взгляд, является культура. Через такой обмен наши страны станут ещё ближе к друг другу. А этот форум, я надеюсь, поможет обсудить все задуманные нами проекты. К другим новостям. В Актобе началось судебное разбирательство по делу о так называемом лифте убийцы. Напомню, 4 апреля в одном из актюбинских домов погибла молодая женщина. Она оказалась зажата между кабиной и шахтой лифта. За ходом резонансного дела следит множество представителей СМИ и общественность. Виновных в этой трагедии назовёт суд. Сейчас подозреваемых по делу двое. Это руководитель жилищного кооператива, который обслуживал дом, и непосредственно лифтёр. Гособвинение считает, что подъёмный механизм использовался ненадлежащим образом, с нарушениями правил безопасности, что повлекло за собой смерть человека. Обвиняемым грозит лишение свободы на срок от 4 до 8 лет. Сегодня начался допрос пострадавших и подозреваемых. Я жду справедливого решения суда. Считаю виновным начальника жилищного кооператива. Он халатно относился к своей работе и вовремя не проверял лифты. Мы не подавали иск на возмещение морального или материального ущерба. Мы хотим, чтобы виновные понесли наказание. За первые пять дней сентября в полицию доставлены 72 несовершеннолетних. Это результаты операции подросток в Актау. Чаще всего полицейские доставляют детей в участок, с улицы, компьютерных клубов, баров и ресторанов. Владельцы этих увеселительных заведений уже заплатили штрафы, каждый по 10 МРП. От ответственности не ушли и родители, чьи дети без присмотра находились не дома после 22.00. На 42 родителя наложен штраф в 2 МРП. Полицейские отмечают, что есть случаи, когда одни и те же подростки неоднократно попадают в поле зрения полиции в ночное время. На их родителей уже усоставлены протоколы. 37 дел переданы в ювенальный суд. Если подростки, которых обнаружили в ночное время, приехали из районов или других регионов, а их родители не могут сразу приехать, то таких детей мы отправляем в Центр адаптации несовершеннолетних. С начала учебного года в Центр доставлено 18 подростков. Конечно, мы проводим профилактическую работу в школах и с родителями. И я могу сказать, что это даёт результаты. Число таких нарушений снижается. В Туркестане обокрали и пытались изнасиловать паломницу по святым местам. Как выяснилось позже, сначала неизвестный мужчина вырвал из рук девушки сотовый телефон. А когда пострадавшая пыталась вернуть украденное, грабитель начал избивать её и попытался совершить насильственные действия. Очевидцы, увидевшие окровавленную девушку, вызвали скорую и оказали первую медпомощь. Сейчас пострадавшая находится в Туркестанской городской больнице. По словам врачей, она получила закрытую черепно-мозговую травму. Данное заявление зарегистрировано в единый реестр досудебных расследований по статье «Покушение на изнасилование». В данное время с полицейскими начато досудебное расследование. Сотрудниками криминальной полиции департамента внутреннего дела установлена личность подозреваемого лица. Принимаются меры по его задержанию. Тайфун Джебби угрожает и Хабаровскому краю, сообщают российские СМИ. Там уже заметно ухудшилась погода, проливной дождь и ветер с порывами до 17 метров в секунду. Напомню, ураган обрушился на Сахалин сегодня утром и принёс сильные дожди сильным ветром. В сети то и дело появляются кадры того, что оставил после себя ураган. Известно, что в семи муниципальных образованиях Приморского края объявлен режим ЧАЭС. Высока вероятность разлива малых рек. Несколько населённых пунктов остались без электричества. В аэропорту Южно-Сахалинска задерживают рейсы, закрыто паромное сообщение с Сахалинской областью. А город Макаров из-за схода селей остался без водохранилища. В Японии, откуда на Дальний Восток пришёл джебби, ураган стал причиной в гибели. 11 человек, ещё около 400 получили травмы. Сейчас подсчитывается ущерб от стихии. Сильнее других пострадала префектура Осака. Там тайфун затопил аэропорт Кансай, главный международный хаб на западе страны. Около 3000 пассажиров оказались заблокированными в воздушной гавани. Дело в том, что этот аэропорт расположен на искусственном острове, а единственный мост повредил сорвавшийся с якоря танкер. Отменены больше 700 авиарейсов, восстановлено движение поездов, не работают магазины. Миллион 200 тысяч человек остались без света и столько же получили рекомендацию к эвакуации. Джебби стал новым ударом в череде тайфунов, обрушившихся в этом сезоне на Японию. Всего от проливных дождей, наводнений и оползней в стране погибли 220 человек. Сильнейшие наводнения парализовали жизни в самом густонаселенном индийском штате Утар-Прадеш. Из-за продолжительных ливней местные реки вышли из берегов и затопили деревни. В регионе размыты дороги, разрушены мосты, уничтожены десятки тысяч гектаров сельхозугодий. Тысячи человек остались без крова. Жертвами стихийного бедствия уже стали порядка 400 человек. Сейчас в пострадавших районах идут масштабные спасательные операции. Вода поднималась так быстро, мы перебирались все выше и выше. Если бы остались, утонули бы и все потеряли. Талибан тем временем объявил о смерти основателя террористической группировки «Сеть Хакани». Погибший стал влиятельным полевым командиром во время афганской войны в 80-е годы. Во время пребывания талибов у власти он занимал пост министра границы, министра по делам племен и губернатора провинции Пактия. В 1990-е годы Хакани воевал за движение «Талибаны», стал одним из его лидеров. А после начала военных действий блока НАТО против террористической группировки стал военным командиром движения «Сеть Хакани». Боевиков этой организации в 2010 году подозревали в подготовке серии мега-терактов в Европе, в том числе против еврейских и израильских объектов. Тем временем в Греции в пик туристического сезона путешественники не могут выбраться с островов или добраться до мест отдыха из-за стачки работников морского транспорта. Продолжается она уже несколько дней. Всегреческая федерация моряков требует повысить зарплату на 5%. Ее представители утверждают, что несмотря на тяжелый труд, им за 8 лет кризиса ни разу не проиндексировали выплаты. Судовладельцы согласились на поэтапное повышение зарплаты, но президент профсоюза моряков считает эти условия неприемлемыми и грозит усилить давление. Ситуация вызывает недовольство среди туристов. Между тем, ожидается, что Грецию по итогам текущего года посетят около 32 миллионов иностранцев. Я очень зол, что корабли не ходят в порт Ханье. Сегодня я со своей семьей должен быть на Крите. Но забастовка, и я не знаю, что я буду делать сегодня. Основываясь на фактах, которые у нас есть к этому моменту, и ответах, которые мы получили, мы считаем, что предпосылок для обстоятельных переговоров нет. Наши требования отклонены, так что мы, как союз, предложим руководству Всегреческой федерации моряков продолжить забастовку еще на 24 часа. МВФ и Аргентина достигли прогресса на переговорах о досрочном предоставлении помощи латиноамериканской стране на фоне сложной экономической обстановки. Ранее сообщалось, что сроки программы поддержки, а также экономический план властей будут пересмотрены из-за непредвиденных сложностей. В Аргентине наблюдается тяжелое финансовое положение. ЦБ страны поднял ставки до рекордного значения в 60% на фоне падения курса Песо. С начала года он обесценился уже больше, чем на 45% в доллару. Эта негативная тенденция усложняет выплату внешнего долга. Только в 2019 году Аргентине надо будет выплатить почти 25 миллиардов долларов США государственного долга. Мы можем выйти из кризиса и стабилизировать экономику. Сейчас мы над этим работаем. Утверждаем стабилизированный бюджет и добавляем новое соглашение с МВФ. Эти два решения станут определяющими в программе аргентинского государства на 2019 год. Другого пути мы не видим. Ранее Макри заявил, что сократить число аргентинских министерств почти вдвое, что позволит значительно сократить бюджетные расходы. На фоне очередного ухудшения ситуации по всей стране прошли акции протеста. Манифестанты выступали против программы сокращения бюджетных расходов. Аргентинцы опасаются повторения дефолта 2001 года и требуют изменить экономическую политику. Правительство Бразилии решило выделить 6 миллионов долларов на обеспечение безопасности в музеях страны после крупного пожара, который уничтожил почти всю коллекцию Национального музея в Рио-де-Жанейро. Известно, что деньги будут привлечены в сентябре Национальным банком. Другие финансовые учреждения также могут участвовать в этой программе. Напомню, пожар в здании музея произошел в воскресенье вечером. Пламя уничтожило крупнейшие на западном полушарии коллекции останков животных, мумии, древних окаменелостей. В общей сложности примерно 20 миллионов экспонатов. В этом году музею исполнилось бы 200 лет. В Туркестане празднуют 25 лет со дня формирования международной организации тюркской культуры «Тюрксой». На международную конференцию в рамках знаменательной даты прибыли представители всех стран-участниц. За большим праздником наблюдает наш корреспондент в регионе Николай Путилин. Николай, здравствуйте. Расскажите, что подготовили организаторы на юбилейную дату формирования тюркской культуры? Здравствуйте, Алмаз. Сегодня организаторы проводят, уже ставшие традиционными для заседания тюркских стран, красочный концерт, пленер художников и конгресс переводчиков и писателей. Все это содействует обмену опытом в сфере культуры и искусства, что является основным направлением деятельности организации. Николай, чем запомнилась эта организация за 25 лет деятельности? Тюрксой ежегодно проводит праздничные мероприятия в Наурыс, которые являются объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Также организация способствовала воплощению постановок произведений современных тюркских деятелей культуры на мировой арене. Организация подпитывает сотрудничество между тюркскими народами для сохранения, развития, передачи будущим поколениям общих материальных и культурных памятников тюркских народов. А насколько важна эта организация для тюркского мира, я хотел бы спросить у моего сегодняшнего собеседника, представителя Казахстана в этой международной организации, Аскара Труганбаева. Важность культуры для международного сотрудничества во всем мире не оспаривается. Но международная организация тюркской культуры Тюрксой уже много лет, в этом году, 25-летие этой организации, она проводит постоянные интеграционные проекты по тюркским народам. А тюркские народы – это разобщенные, географически очень большие, от Дальнего Востока до Европы. И если взять во всей планете оно разобщенное, тюркские народы, вот для этих народов обязательно нужно какой-то объединяющей культурной организации. Вот как раз Тюрксой за эти годы старается выполнять объединяющие проекты для тюркских народов во всем мире. Спасибо. В ходе торжественного заседания Акима Туркестанской области наградили медалью международной организации. А в целях дальнейшего культурного сотрудничества между областной администрацией и международной организацией Тюрксой был подписан соответствующий меморандум. На этом у меня все. Передаю слово вам, Алмаз. Спасибо из Туркестана. На прямой связи с нами был наш корреспондент Николай Путилин. Продолжим выпуск. Новый этап многолетнего сотрудничества. В столице Беларуси состоялась пресс-конференция посла Казахстана. На встрече с представителями СМИ дипломат рассказал о промежуточных итогах совместной работы кабинетов министров и о планах и перспективах будущей работы. Совсем недавно в Минске представили проект «Астана Хаб», где обсудили возможные общие программы. Обо всем по порядку расскажет Алексей Родионов. Более ста договоров и соглашений от науки образования до тяжелой промышленности. В Минске на встрече с журналистами белорусских ведущих СМИ Ирмухамед Ертезбаев рассказал о сотрудничестве государств в рамках Евразийского экономического союза. На данном пункте соглашения он сделал особое внимание, ведь товарооборот между нашими странами только с начала этого года увеличился в разы. Стремительное развитие между партнерами подтверждают многочисленные встречи зарубежных коллег. Так только в 2018-м вице-премьер-министр Оскар Жамагалиев посетил Белорусский парк высоких технологий, где ознакомился с развитием перспективных местных стартапов. Обсуждались также возможности сотрудничества и обмена опытом в области цифровых технологий наиболее перспективной отрасли современности. Моя главная задача это все-таки увеличение товарооборота, потому что увеличение товарооборота это достаточно новые и серьезные поступления и в белорусский бюджет, и в казахстанский бюджет. А бюджет он направлен на социальную политику, все круг, как говорится, замкнулся, поэтому мы будем продолжать эту работу. Только за последние 10 лет, как уверяют экономисты, товарооборот между нашими странами составил более 6 миллиардов долларов. Цифра, говорят эксперты, не просто хорошая, но и перспективная. Не оставили в стороне и систему образования. Совсем недавно правительство Белоруссии и Казахстана подписали очередной законопроект. Документ позволит студентам получать дополнительные гранты и льготы на обучение. Мы находимся в едином экономическом союзе, поэтому любой визит, любой обмен делегациями это всегда полезное дело, потому что мы начинаем знакомиться, мы смотрим друг другу в глаза, мы говорим о каких-то новых проектах. И самое важное, чтобы те договоренности, которые были достигнуты в ходе визита, они имели в дальнейшем какое-то практическое применение. Кроме сотрудничества в рамках ЕАЭС, дипломат обратил внимание и на прошедший один из главных национальных праздников Казахстана – День Конституции. Как и в нашей стране, в Беларуси этот документ является символом независимости и суверенности, право которого неоспоримо. Алексей Родионов и Константин Никаноров, Хабар-24, Минск, Беларусь. Наш эфир продолжит брифинг центральных коммуникаций. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok